Бывает, что человеку для счастья нужно, чтобы сбылась его мечта. А бывает, ты чувствуешь счастье с самого детства, минута за минутой. И о таком деревенском счастье нашей героини мы и расскажем. Между двумя невероятно красивыми крымскими поселками, научным и прохладным, все время происходит мало кому заметное движение. И связывает их не только извилистая дорога и не только общая красота окрестных гор, связывает их удивительный человек. Своё деревенское счастье она делит поровну между домом в научном и недавно созданной оранжереей в прохладном. Ведь её жизнь – это как раз и есть то движение, которое не даёт задремать посёлкам и их жителям даже в межсезонье. Стоит лишь на минуту оказаться в тропическом лесу оранжереи, и, кажется, нет ни холода, ни пасмурного неба, а перед тобой только счастливый человек и его любовь. История эта началась 44 года назад, и начала я собирать растения с гераний. То есть я тогда жила в Угличино, Волге, это Ярославская область, там растений было не очень много таких разновидностей, а гераний, они цветут почти круглый год, и я начала с гераний. Я собрала на тот момент около 60 видов гераний, а потом перешла на фуксии, на бегонии, ну и покатилась. Эту оранжерею мне подарили мама и дочь, то есть в согласии о дочери, мама мне очень помогла, то есть там такая ситуация была. Ну, если честно, то мама отдала мне, наверное, всё, что у неё было, я так думаю. Так бывает в жизни. Да, и дочь мне до сих пор помогает растениями. У меня всегда занималась моя мама. У нас, мы жили в частном доме, и дом всегда цвёл, у ей сейчас 86 лет, но на окнах цветут такие гераний, я каждый год приезжаю, что меня щипаю, везу сюда, потому что здесь нет таких гераний. И мы всегда жили в цветах, а летом у неё, конечно, вместо грядок, там есть грядки какие-то, у неё такое количество растений, и такая красота, что они у неё цветут, пока снегом не засыпет. Когда я привезла в научный, было на 500 растений больше, чем вы видите сейчас. Там не было условий, условия зимовки были очень жёсткие, а многие растения после 10-летнего возраста роста не терпят, чтобы их даже поворачивали, а мне приходилось на лето их выставлять на улицу, а на зиму в тёплые помещения. С деревней это сочетается идеально. Тишина, нет шума, нет вот этих вот выхлопных газов. То есть это, наоборот, это для деревни. И вот здесь я чувствую себя, как рыба в воде, потому что, тем более, я живу на отшибе, это для меня просто рай. Я люблю тишину, потому что подумать, думается хорошо, и вообще идеи приходят классные. Нет, деревня, это счастье жить в деревне. Оранжерея стоит в живописной балке, которая даже в такую пасмурную погоду не теряет своей красоты. И зайдя под своды теплицы, ты и вовсе попадаешь в другой мир. А может, и не совсем в другой. Это наш мир, наша планета, и каждое растение – житель то ли засушливой Австралии, то ли влажных тропиков Южной Америки, то ли и вовсе родом из доисторического прошлого времён динозавров. Жизнь людей всегда была связана с растениями. Племена Африки и Азии, они, например, считали, что они родились не просто от какого-то дерева, а, допустим, от какой-то рощи, что там это их предки, деревья – это их предки. И они поклонялись этим растениям. К тому же практически каждое растение, оно настолько лечебно, мы просто не знаем этого. Все знают наш алоэ столетник. Ну-ка, ну-ка, да, давайте к нему подойдём. В лучшем случае в нос накапают. А вот в Африке, в засушливых районах, его выращивают тысячами гектаров. Они делают из него лекарства, то есть всевозможные косметические средства, и всему миру их продают. Гранат вот там у нас – одно из самых древних растений, по крайней мере, установлено точно 3000 лет до нашей эры. Гранаты росли уже на нашей земле. Причём самое интересное – в том же виде, в каком они сейчас. Вроде граната – 613 зёрнышек, столько же, сколько? В Торе заповедей. Вообще, это сильнейший афротизиак, природный. И поэтому говорят, что когда Господь выгонял Адама и Еву из рая, Он им в утешение дал гранат. Красные плоды, плоды. Красные плоды – это очень интересное растение. Оно – это ревина. Значит, у этой ревины не бывает состояния, чтобы она была без ягод. Очень пользуется спросом среди бабушек, Особенно зимой, когда снег, холодно, А на окне вот такая вот красота. Вот такими вот я бонсаями занимаюсь, Ещё такими композициями. Я всегда мечтала вырастить растения в корне дерева. Видите? Вот это корень терпентина. То есть корень фисташки. В Крыму раньше были колоссальные фисташковые рощи. Потом их по какой-то причине уничтожили. И вот муж мне притащил этот корень и сказал, Лет через 250 он гнить начнёт. Но ещё время есть. Время есть ещё, да. А вот сейчас я вам покажу саму фисташку. А вот это сама фисташка терпентин. Вот она вот такая вот. Она сейчас немножечко листья меняет. Чуть-чуть. Вот это вот мурая – дерево жизни. За это дерево в Китае 2000 лет головы рубили всем подряд. Если кто-то осмеливался прорастить ягодку. Считается, что в ягодах этого растения для человеческого организма есть всё. То есть если вот какое-то определённое количество ягод кушать постоянно, то можно остановить старение на неопределённый срок. Цветёт оно белыми цветами, очень душистое. Это австралийская пальма. Она же растёт в Австралии. Но так как в Австралии сухо достаточно, там очень огромные такие засушливые районы, чтобы её не скушали в ней много воды, она запасает. Вот у неё очень крупные корни. Все говорят, кактус. Нет, не кактус, это пальма. Это тоже австралийская ёлка. Араукария входит в пятёрку самых древнейших растений на Земле. Мы её лет, наверное, 10-12 наряжали дома. То есть у нас дома не бывает срубленных ёлок и срезанных цветов. Потому что невозможно увидеть, как они умирают. А потом она выросла. Я приобрела другую. Вот в этом году у меня вот та ёлочка наряжалась. Это гавайская пальма. Они растут всего на двух океанских островах. И вымерла бабочка, которая опыляла. Его, знаете, как цветут кистями пальмы. А эта пальма цветёт цветами. У неё вот такой жёлтый цветок и длинная-длинная трубка, где-то около 30 сантиметров. И вот бабочка с таким хоботком вымерла, то есть её перестала опылять. Но местное население уже что-то придумало. То есть, по крайней мере, в 2015 году уже некоторые страны Запада стали высевать семена. То есть они всё семена всё-таки получили. Как вам досталось это уникальное растение, если не секрет? Не секрет. Несколько пален пришло на одну базу. А я оказалась в нужном месте в нужный час. И не секрет, что выращивать такое количество настолько разных растений – это дело непростое. Им нужен почти ежеминутный уход. И, конечно, нужны знания. Уход и забота им здесь обеспечены. Да и знания имеются в наличии и всё время пополняются. Причём из всех девяти профессий, которыми обладает наша героиня. Я воспитатель детского сада с образованием педиатра и психолога. Работала в книжном магазине достаточно долго. Первая моя профессия – это часовой мастер в Угличе. Редкая очень, но и по нынешним временам. Да, часовой мастер. А сейчас уже не нужно это совсем. Работала в оранжереях, работала на грибнице. В оранжереях я тоже работала немало. Когда я жила в Москве, я там работала именно в зелёном хозяйстве. 13,5 лет я прослужила в армии, в войсках связи, береговой обороны, в Перевальном. Я была на связи, то есть сначала на открытой связи, потом на связи с нас. В те времена, когда я начала собирать растения, это были только библиотеки, книги библиотек. Хотя и найти их было очень непросто. Чаще всего это были альбомы с картинками, с очень скудной информацией. Но попадались и хорошие книги. А когда появился интернет, ну это просто благо, там можно найти всё, что хочешь. Это душа, понимаете, когда я рядом с ними, я забываю обо всём на свете. Даже я не знаю, это нельзя описать. Это просто вот что-то такое, что попадаешь совершенно в другой мир, в другое измерение, в другое время. Здесь даже время пролетает так, что я постоянно смотрю на часы, потому что я могу забыть о времени напрочь. Подъём у меня без 25, каждый день. Отбой половине 11-го, половине 1-го. С утра на работу, потом с работы прихожу, начинаю заниматься ими. Кого-то порыхлить, пересадить, посмотреть, обработать, постричь, полить. То есть работы здесь хватает. Работа есть всегда с растениями. Такого не бывает, что просто пришёл, сел и отдохнул. Но я стараюсь, конечно, здесь хотя бы в 9 часов вечера сесть и пару часов повязать. Но это не каждый день бывает абсолютно. А когда я попадаю в лесхоз, в квартиру, где муж остался у меня, там у меня мастерская. Естественно, часов 6-8 хочется посидеть в мастерской, поработать со своими куклами. Ну, куклы появились совершенно случайно, всего 6 лет назад. То есть супруг, я много чего умею руками делать, более 16 видов рукоделия владею, и он мне говорил, что надо объединить в чём-то одном. Но потом он придумал, сказал, будешь делать интерьерных кукол. Вот стало, вроде как получилось. Вот, а вышивала я всегда, вышивка была со мной всегда. Мы тут подошли, и оказывается, у вас есть дрова. Да, дрова, потому что печка у меня, печка. Балериан топится дровами. Ну, с дровами мне помогают, конечно, местные жители, ничего не могу сказать. Они мне привозят, помогают распилить, расколоть. Часто в городах люди не знают друг друга даже на одной лестничной площадке. А здесь мы всё равно все вместе. Пусть даже говорят, да, вот тут у вас от дома до дома полкилометра, вот как ко мне приходят. И вот я всё равно вижу людей, всё равно с ними общаюсь. Ну, а здесь родниковая вода. И кто ко мне приезжает, вот из Бахчисарая, из Симферополя, они набирают бутылки воды, и, естественно, я не могу не предложить им чай. Как им не предложить? И вот мы сидим, разговариваем, потому что многие приезжают ко мне просто вот подышать вот этой атмосферой. А бывают и другие гости. Цветущие круглый год растения привлекают разнообразную живность, которая почти сразу из гостей превращается в местных жителей. Осенью вылавливала лягушат, которые сюда у меня полезли в открытую дверь, когда похолодало. Но я их относила обратно в родник, потому что они должны зимовать естественных условий. Я бы здесь, в тепле они бы не выжили, надо кушать. Хотя кушать им было бы, в принципе, есть чего, потому что у меня здесь очень много мух, комаров, живут стрекозы, бабочки. Сегодня почему-то нет бабочек. Две бабочки вчера летали. Я их всех люблю. Не знаю, они мне никогда не мешали, никогда не раздражали, потому что все мы живем на одной земле, и всем надо кушать, всем надо где-то спать. Поэтому я к этому очень терпимо отношусь. Здесь у нас пока лежат дрова, а к лету, это в марте месяце мы сделаем, здесь будет, так скажем, веранда для выгула растений. За дамбой находится так называемый Юркин пруд. Там очень большое количество воды. Здесь рыбалка, здесь даже оборудованы специальные места для рыбалки. Делиться своим счастьем с другими несложно. И наша героиня доказывает это себе и всему миру каждый день. И в таких живописных местах как-то по-особенному веришь, что каждый из нас тоже способен создать свой удивительный и счастливый мир. Прохладное расположено, оно не на ровной местности, а вот везде впадины, горы, ущелья. Ущелья, даже вот когда поедешь с научного, красота неописуемая. Все вот эти домики разбросаны по этим склонам, прям как в сказке. Человек должен выяснить для себя, для чего он на эту землю пришел. Чтобы не просто работать там, поработал, покушал, поспал, сходил снова на работу, а чтобы у человека было какое-то стремление, чтобы он к чему-то стремился, к чему-то учился, что-то делал. Каждый человек должен на земле оставить какой-то след. Я очень счастливый человек, у меня много есть того, чего нет у большинства людей. То есть у меня занимаюсь рукоделием, и цветы, у меня есть и дочь, и внучка, и муж, дом. То есть у меня есть все в этой жизни, и меня все это радует. Любить все живое – это не условие и не задача, кем-то поставленная перед тобой. Любить все живое – это свойство характера и образ жизни. И именно такой образ жизни выбрал наш герой. Неподалеку от села Залесье в широкой балке спрятался небольшой лес декоративных растений. И перечислить все, что здесь растет, наверное, может только хранитель этого чудесного места. Уже много лет он заботится о питомнике и каждый год высаживает сотни новых саженцев. Растения, которые отсюда родом, можно увидеть во многих уголках нашего полуострова. Это и сквер Симферопольского железнодорожного вокзала и парки Южнобережья. И когда очередной питомец готов к путешествию и посадке в новом уголке, здесь, на его месте, появляется целая роща новичков. Потому что в такой любви и заботе расти и развиваться – это настоящее деревенское счастье даже для растений. С садика самого я как бы всегда был ответственный за цветы. Ну, всегда было у меня связано все с растениями. Сам принцип, понимаете, я всегда говорил, мы работаем с живым. То есть его нельзя бросить, нельзя забыть покормить, нельзя забыть полить. Оно живое все. Первоначально мы затевали это как семейное предприятие. То есть моя жена, сын, дочь работают здесь. Ну, было интересно очень, в первую очередь. Потому что я здесь тоже находился в свободное время. Особенно мне интересно было находить какие-то черепочки, камушки в выкопанных ямах при пересадке растений. Ну, так был, наверное, восьмой, седьмой класс. Параллельно я втягивался именно в процесс рабочий здесь. Сейчас это занимает, наверное, большую часть моей жизни. Наверное, основной сложностью тогда, ну, как бы я тогда это тоже понимал, это было отсутствие, скажем так, полива для молодых растений. Потому что территория была, ну, дикое, дикое поле. Вот. Постепенно, кусочек за кусочком засаживались, приживлялись эти бедные растения. Вот сюда проезжаешь и, как бы, это даже работой не называешь. Это просто ты отводишь душу. И, как бы, вот здесь, допустим, для меня я тут именно отдыхаю. При обрезках, при вот этих всех формированиях. Конечно, получается, знаете как, это в лучшем случае вторая половина дня. Вот. А вообще, в идеале, суббота, воскресенье, я здесь. И вы меня даже можете не звонить и не искать. Просто приехать сюда, и я здесь. Летом у нас очень много уходных работ за растениями. Так как посадочный сезон летом прекращается, момент роста растений. Это те же обрезки, формировки. Плюс нужно держать территорию в порядке, чтобы сорняк не забивал более низкорослые растения. Осень, осень, зима, весна. Это у нас посадочный сезон. В принципе, у нас постоянно, практически в любую погоду, мы выкапываем, садим растения, пересаживаем, засаживаем у нас новые плантации. Со стороны создается впечатление, что балка, где расположен питомник, совсем небольшая. Но стоит только оказаться в самой гуще растений, и кажется, что можешь заблудиться. Тем более, что наибольшее количество здесь именно вечно зеленых деревьев. В основном, делаю свой упор на разновидности туи. То есть, по разновидностям это растение, ну, я не знаю, с кем может конкурировать. Ну, только, наверное, с сортами роз. Туя рисковидная. Это очень редкая форма туи. В принципе, ее родина – Северная Канада. И она, чем интересно, она меняет цвет хвои. То есть, она и зеленая, и темно-зеленая, и красная, и темно-коричневая. То есть, вот эта перемена хвои, ну, как бы, очень создает иллюзию, что каждый раз посажено разное растение. Туя восточная. Все к ней относятся пренебрежительно. Она вот сама по себе в природе. Раскидистая, некрасивая. Но любое растение стрижкой можно добиться эффекта. Выстрижен штамп, заглушены все почки, возобновление. И вверх крона стрижется шариком. Можно застригать их, допустим, такой конусной формы. То есть, ну, какую… Можно в два, в три яруса делать стрижки. Больше всего, конечно, мне захватывает стрижка. Стрижка хвойников, формировка. Ну, я стараюсь, как бы, да, влаживать смысл какой-то. Я, на самом деле, как бы, только учусь тоже, да, как бы, уже в процессе сам осваиваю эти техники. И вот эта вся туя, вот именно вот эта плантация, она вся выращена. Вот собирались вот такие шишечки, семена, проращивались, и вот это все рассаживалось с пакетов. Это ж какое терпение нужно иметь. Вот это полностью наш, полный цикл. Среди всех растений в питомнике есть и такие, кто уже обрел или обретет в будущем весьма необычное место под солнцем. Вот перед нами посадка миндаля, миндального ореха. В принципе, дерево очень красиво цветущее, неприхотливое к почве, засухоустойчивое. И еще дает орех. И в основном, допустим, вот здесь вы видите, какая густая посадка. Почему? Потому что это готовится материал под посадку ветрозащитных полос под нашей новой трассе Таврида. Это ель европейская, вот, или ель обыкновенная. В принципе, знаете как, это редкое растение для Крыма, в плане того, что само дерево требует как бы большого количества влаги. И если вы обратите внимание, здесь вот уже есть у нас заготовочные ямы. То есть это каждое хвойное растение обязательно пересаживается с комом земли. И выкапывается, значит, ком. Это, наверное, огромное что-то такое, чтобы все вместе взять. Да, и обшивается мешковиной, обтягивается сеткой, рабицей, или ставится деревянная опалубка, если растение выше. Потому что у нас был опыт, мы участвовали в программе озеленения вокзалов Крыма. И, допустим, если вы обратили внимание, на нашем центральном вокзале растут кедры высотой 8-9 метров, которые нами туда были посажены. Это магония подоболистная. Очень хороший вечно зеленый кустарник. При наступлении мороза он бордовый цвет приобретает. Цветет желтыми красивыми цветами. И потом самое, что ценно в нем еще ягоды. Ягоды содержат витамина С больше, чем в лимоне. Они съедобные. Они мало того, что съедобные, они очень полезные. Наш детский садик. Так как детский садик требует особых условий, значит, вы обратите внимание, вот эти вот столбики – это для теневика. Потому что летом, чтобы обеспечить хорошие условия, то есть убрать от нашего палящего солнца… 40-градусную жару. Натягивается сеточка притеночная. И мы наших деток вот здесь бережем от ожогов. Там красиво цветущие кустарники. Айва японская или хиномелес. Потом форзиция, кизильники разновидностей. Более пяти разновидностей плюща с крупными листьями. Это называется плющ колхидский. И малыши, и взрослые деревья здесь не только окружены заботой и вниманием, также они под надежной защитой нескольких четвероногих охранников. Из самых первых охранников наших, когда образовался питомник, зовут Пушок. Ну, так как он старенький уже очень, и ему особые условия. То есть его сняли с цепи, ему утепленную будку сделали двойную, ему вольер сделали. Ну, в общем, почти отправили на пенсию. Но служить он так же не перестает. По крайней мере, слух у него просто идеальный. Дик, очень послушный, хороший мальчик. Мне кажется, он похож на лесу. Вот вы знаете, я тоже. А какой хитрый. Он иногда такие вещи вытворяет. А сколько у вас тут охранников таких чудесных? Четыре. По периметру, я полагаю. Нет, знаете, в основном мы их располагаем так, чтобы им зона видимости была. Там, допустим, у нас постоянно охранник здесь, но для помощи, потому что территория огромная. И он, в принципе, та собака, где реагирует, он уже знает, что там, значит, кто-то появился, надо посмотреть. Но в основном, кроме лис и зайцев, тут никто не появляется. Впрочем, даже к лисам и зайцам здесь относятся с пониманием. Может, потому что любить все живое – это и правда образ жизни, который был определен еще в школе. А со временем и вуз выбран был соответствующий – сельхозакадемия и специальность – парковое строительство. Сама природа дала Крыму очень многое. И как бы, давайте, как старые люди говорят, не будем гневить Бога. Ну, хотя бы поддерживать то, что дала природа, дал Бог, и чем награжден уже наш Крым. Моя мечта, чтобы этим делом занимались и мои дети, и мои внуки. И я знаю, что такое производство, именно такое производство, как восстанавливающее нашу природу, оно всегда востребовано будет. Видеть, каким может быть твое будущее и будущее твоего родного края, может для кого-то и просто. Но видеть и понимать, что твой труд и есть часть этого будущего, способны лишь немногие. Те, для кого их личное счастье невозможно без счастья остальных. Мне всегда задают вопрос, кем ты работаешь? Я говорю, садовником. Они, как так? Да не может быть. Я говорю, ребят, вот они, ну, это ж, ты ж хотел с чем-то с таким всегда дальносрочным, чуть ли не вечным связанным. Я им отвечал, я говорю, ребят, вот вы знаете, в свое время даже, говорю, церкви рушили. Но ни на парк, ни при одном изме, говорю, ни у кого рука не поднялась. Никто никогда не трогнул ни один парк. Поэтому, говорю, может это и есть вечное, с чем надо, над чем надо трудиться и к чему надо стремиться. Желания ехать в город нет вообще. Редко-редко появляется. День проходит спокойно, в умиротворении, в принципе, можно сказать, с удовольствием. Каждый день, в принципе, я получаю удовольствие от своей работы. В принципе, я себя очень хорошо и счастливо чувствую, это когда я здесь. Я не устаю, у меня нервная система, как бы я в такое спокойствие, именно в равновесие вхожу. Тут уже, когда солнце садится, уже темно, уже не видно, ну не видно, ну все, уже, как говорится, природа тебя сама заставляет. Что давай, иди отдыхай. Завтра будет день, значит, будет работа. И я считаю, что это, ну, когда работа любимая, это очень большой плюс для человека. Субтитры создавал DimaTorzok